Матч важен для обеих команд. Динамо борется за высокие места. Команды большие задачи. Насколько я знаю, у нас тоже задачи большие. Только снизу чуть-чуть. Поэтому мы понимали, что 3 очка от зоны стыков. И надо за очки бороться. Задача была, в принципе, я сказал на установке, только думать о победе. А вообще не думать. А когда думаешь о более высоком, то, конечно, возможно, где-то все равно что-то цепляешь. Но игра такая была. И мы старались атаковать много, и Динамо много атаковало. Группа атаки очень сильная. Я считаю, что это одна из сильнейших, если не сильнейших, группа атаки вообще по подбору футболистов. И ресурсы, которые выходят на замену. Тем более сегодня не было еще Смола, Гамалё. Здесь как бы так мы понимали, что будет трудный матч. Ну, ребята молодцы. Они, в любом случае, до конца боролись. И в перерыве указали на некоторые моменты, которые нужно освежили заменами игру. Ну, сумели заработать очко. Игра боевая. Поле и погонные слои сложные. И такой битиеватый креативный футбол. Только фрагментарно был больше, когда комбинировали иногда. А так много борьбы, подборов. Двали действий. Ну, думаю, так очков в копилочку. Карьёша. Сергей Близич, вы на предмочевом флеш-интервью говорили, что слово «микс» употребляли. То есть, в зависимости от мяч летает или мяч катится. Катился мяч сегодня вообще? Насколько поле было по сравнению с «Балтикой», например? Ну, я думаю, что с «Балтикой» было похуже поле. Сейчас мяч катился достаточно быстро. Видишь, что он был фрагмент, именно дробил. Поэтому микс был на самом деле. И много борьбы вверху, и внизу мы старались играть. И так же, как и «Динамо». Особенно петь штрафной площади. У нас были моменты неплохие игровые. В первом тайме мы пытались расставиться перед штрафной. Во втором тайме тоже полуфланги скрывали. А в штрафной мы уже старались что-то придумать. В момент, когда Федя Дрешон добивал, там хостер была ситуация. Хорошее вырывание было Апаева в штрафную площадь, когда он индивидуально ворвался и пробил высшую игру. То есть, я бы скажу так, что на самом деле микс. На самом деле микс. А по-другому никак не может быть. Счетилось сложившиеся ситуации. Так что погодно и так далее. Сергей Апатевич, сегодня Хазир Апаев провел сотый матч в форме «Фатюм». Как вы можете охарактеризовать его игру в период тренерства и конкретно в сегодняшней игре? Хазир, он футболист достаточно известный. Я его знаю еще, когда был молодым. Совсем начинал футбол играть. Он обладает скоростью хорошей. Для меня была первая информация о футболисту, когда перешел в команду. Разная, в том числе о Хазире. Он мне говорил о том, что какие-то есть проблемы у него. Но сейчас я эти проблемы не вижу. Игра спокойна, выдержит 90 минут. Много работает. Да, есть свои нюансы, есть свои качества как футболиста. Есть тяготение как определенная позиция. Но мы это тоже используем, стараемся. Поэтому я думаю, что в атаке для нас такой системообразующий футболист. И для соперников очень удобный. Хотя его знают все прекрасно, но все равно неудобный. Как Горинча. Все знали, что один Финга одинчин, но все погнали с ним. Сергей Ильич, в моменте с пропущенным мячом, там нет больше болчей. Кудряшова или Гудиева? Потому что как-то там и Кудряшов как-то между ног полетел, и Гудиев мяч через него перепрыгнул. И это все-таки за заслуга Гладышева? Есть любая ошибка. Она исходит из каких-то других ошибок. Первичная ошибка, что в центре поля в течение этого периода времени, когда перед голом, попадающие дважды не заспели за мяч, потеряли его в простой ситуации. И она сразу пришел прогнуться вниз, правого флага скрываться, там немножко не разобрались, Мастерной, все-таки Бетелла сильный футболист. Там была первичная ошибка, что дали сделать доставку в штрафной площади. А штрафной доставка там была удар головой, и попадает мяч в ноги Гладышеву. Ну, Федя пытался блокировать. Бросаться на трех, заселаться нельзя. Ну, пробил хорошо, с щекой очень здорово. Поэтому, я думаю, что больше стечения вот этих всех микроэпизодов они сказали из кого-то. Во-первых, на смотреть видео, я не знаю сейчас, так нельзя на вскидку говорить. Ну, это футбол. То есть, сложилась целая череда ошибок. Больше я спрашивал впервые о том, что дали возможность доставку задевать. Что в штрафной там мастеровитые футболисты. И нападающие дважды потеряли мяч в центре поля. В простой ситуации. При обработке мяча и так далее. Это сыграло роль именно, что мы прогонились вниз. А это и с теми командами, которые мастеровитые, эти классные футболисты. Дорогие футболисты. Я в свое время играл, когда дал работу в Донецкой металлургии, играл в шатюр Донецкой, в Дуглас Коста, Фернандинию и так далее. В Ураину, Рус Эдриану. Мы сыграли 2-2. И я когда 2-0 вели, я ребят кричал, не садимся в штрафную. Нельзя отдавать классные футболисты в штрафную площадь. Надо выдавливать их выше и выше. Но мы просили, срали 2-2. Так же все здесь. Нельзя этой команде, как можно, надо выше обороняться. В штрафной они уже мастера, там могут не решить, тем более, атаковать опасно. Можешь заткнуться. Поэтому здесь не думаю, что это виноват. Тем более, у меня слово виноват не бывает в команде. Виноваты люди, преступники, судья и так далее. А здесь работа, анализ, повышение мастерства, моя работа и так далее. Раз игрок сыграл так, значит, я недоработал, возможно. Кто его знает. Все, слагаем успеха, неудачи эпизода и матча, их очень много. Сергей Григорьевич, в сопоставимых поводных условиях они сделали не одну замену. Сегодня активно управляли его заменами. Это связано только с тем, что выступали в счете? Или была на этот счет какая-то стратегия, заранее что-то продумали? Ну, стратегия всегда есть. То есть я спешу иногда в управлении игрой и пишу взамен, возможно, в той или иной ситуации. Это есть такой план всегда. Ну, каждая игра своя история. Поэтому сравнивать матч с Балтикой или матч с кем-то еще, там, с Торпедой, с Динамо, с Партаком и так далее, их нельзя. Каждый матч своя история. Есть такая история, там такая история. Поэтому, когда они сделали замен, сейчас да, потому что что проигрывали и так далее, и нюансы, и игровые моменты. Мы дискутируем на скамейке, я советую с помощниками, что-то решаем вместе. То есть управление игрой называется. Сергей Акузидович, вы получили желтую карточку от судьи. Я не получал. Нет, не получал. Получал Кирилл Котов. Не надо на меня сказать. Ну, там не видно с высоты. С дам Кирилла, короче. Хорошо, спортивный директор получил желтую карточку. Кем? Ну, с лазов впечатление, что вы тоже не очень были довольны действиями судьи, может быть, главного, может, бокового. Нет, слово «доволье и доволье» так не бывает. Есть просто игра, эмоции, и есть все, работа. То есть надо на свою давление оказывать. Это просто работа, это психология. Иногда я однажды с очень известным судьей на Бровке, мы столкнулись, когда в Анжи работал, бились за выход под премьер-левый и рались с конкурентом. Не будет фамилии судьи, но он очень известный судьи, один из самых известных наших. Ну, и что-то я ему там тоже накричал с Бровки, он подходит. Будет ли, значит, не мешай работать. Я говорю, подожди, стоп, я тоже работаю. Он в смысле на тебя давление оказывает. Ну, посмеялись, и все нормально. Это обыкновенная работа, не будет того. Сергей, добрый вечер. Сегодня решающий момент матча, 11-метровый. К мячу подошел Максим Максимов. Ну, было волнение, да, там, два пенальти, Макс перед этим не забил. Ваше решение? У нас два пенальтиста есть, это Апаев и Марков. Ну, Хазур, видимо, все-таки подуставший был. Он, я когда подозвал футболиста, сказал, что пусть Апаев, или Максимов, ну, пусть решает. И Хазур отказал сам бить, если я правильно понял. Ну, Макс продал хорошо, честно говоря, я не видел, если честно. По трибунам понял, что хорошо. И можно уже поздравить с Новым годом, да? Ну, соступающих всех поздравить. И болельщиков, в том числе, и сегодня очень приятно было смотреть. Все-таки, смотришь на дорогие, там, в трибуны команды «Мороз», ну, и сидишь, там, три тысячи максимум, там, где-то так, пучками, на хороших стадионах. Когда ты приходишь, у него, да, что ж такое, думаешь, не бедные люди, а какие молодцы. Они, такой «Мороз» и, сейчас говорят, дорогого стоит. С начала матча, ты же сам уже хочешь выскочить туда, от бровки быстрее управлять, работать. Потому что, ну, поддержка очень хорошая вещь. Поэтому, все болельщики, с наступающим Новым годом, и мы постараемся в дальнейшем их радовать, как бы, и счастье. Редактор субтитров А.Семкин